Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 16 апреля, вторые сутки у нас идет снег, всю ночь валило. Ночью был как более такой густой снег, сейчас немножко пореже стал, но все равно завалило нас всех. Если вчера я вот здесь показывала, что видно было луночки, где я расковыривала Пекинку, теперь даже расколупать что-то нет возможности, тут уже, не знаю, очень большой слой снега. Все теплицы, вот видите, на теплицах уже начало сползать, там такой слой, наверное, сантиметров 10 был. На земле еще больше. Все, второй день зимы у нас, бедные воробьи даже не чирикуют, сидят нахохлились. Томаты у меня, сейчас покажу я, ой, сейчас зайдем в теплицу. Я ночью показывала, томаты, конечно, сидят в теплице, но, вот ночное видео показывала, но приходится подогревать. И даже сейчас, днем, я не выключаю вот этот вот газовый обогрев. Видите, у меня газовый обогреватель работает, потому что на улице минус 2 в данный момент. Сегодняшняя ночь будет еще не очень холодная, а завтра будет минус 7. Так что вот мы выживаем. И если кто-то пишет в комментариях, зачем тогда рано так сеете, вы что первый раз живете в этом регионе? Нет, я живу не первый раз, в том-то и дело, что я живу здесь всю жизнь. Но если мы будем ждать, когда у нас установится хорошая погода, и под нее подстраиваться, и сеять позже, то мы тогда не получим спелых плодов, мы не получим урожая. Ведь у нас осень тоже приходит рано, и в сентябре у нас уже могут быть заморозки и снег. Так что у нас это каждый год. И если, я не знаю, есть ли у нас в стране районы, где можно без труда получить урожай, а вот у нас в сибирском регионе каждый год мы не просто получаем урожай, а у нас идет действительно реальная борьба за урожай, потому что нам нужно посеять пораньше, чтобы томаты успели вызреть, например, и как-то сохранить в те периоды. Вот сейчас у нас апрель, но такой же самый снегопад может быть и бороз, и минус 5, и минус 7 у нас может быть и в мае, и может быть в июне. И я помню даже, ну вот, при своей жизни два раза было в июне минус 7. Это же не значит, что мы должны сеять так поздно, чтобы, ну как сказать, ну все вы поняли, что если мы будем пережидать все капризы природы и под нее подстраиваться, тогда мы вообще ничего не дождемся. Приходится вот так как-то выживать, бороться. Но я надеюсь, сейчас вот эта неделя холодная пройдет, потом уже там будет очень хорошее тепло, и у нас уже готовая рассада, мы ее хоп, высадим, и через месяц получим урожай. Все как в сказке. Ну все, до свидания. Я думаю, сейчас не только у меня такие проблемы, сейчас у нас полстраны завалено снегом, я пишу комментарии, меня все поддерживают, я тоже вас всех мысленно поддерживаю. Со всех городов, со всех уголков нашей страны приходят сообщения, нас завалило снегом, у нас 15 сантиметров, у нас 20, у кого-то вообще по колено. Так что если мы все будем ждать теплой погоды и не выращивать до этого рассаду, то, конечно, ничего мы не дождемся. Желаю всем пережить этот холодный период. В прошлом году у нас в апреле такого не было. Но зато у нас в мае, когда я уже высадила в тоннели, и когда уже высадила в теплицу, был тоже снег, был град, правда покров снежный был меньше, а вот в этом году вообще как будто настоящая зима. Выходишь и хочется или идти на санках кататься, или внука вот повезти куда-то на лыжную прогулку, но реальная зима с покровом снега, вот 15-18 сантиметров у нас сейчас выпало. Я вот выхожу, проваливаюсь прям. Ну, переживем, и это огородников не только Сибири, но огородников России. Мне кажется, сейчас ничем не испугаешь, никакими погодами. Будем поддерживать друг друга морально, мысленно, и будем ждать тепла. Желаю всем, чтобы поскорее у вас все ваши сугробы растаяли. Ну, снеговая вода, будем думать о хорошем, что снеговая вот эта вода, она очень полезна для растений. Будет, как говорят, структурированная. Будет у нас, проведется структурирование почвы. Все, до свидания.